Павел, что происходило ночью 11 декабря и как вы стали участниками этих событий? Позвонила мама, сказала, что неизвестный ходит по двору, стучит в окна, барабанит. Она вышла, открыла окошко, чтобы не контактировать с ним, и послушал, что он сказал. Он сказал, что я потерялся, нас тут много, вызовите такси. И еще спросил, есть ли тут мужчины. На что ответила мама, должны скоро подъехать или уже подъехали. Потом она позвонила мне, сказала, что будьте осторожнее, тут какой-то человек в форме, неизвестный, как по телевизору, у него разгрузка на груди. И как бы сказал, что это может быть украинский диверсант. Что еще говорила мама? Она говорила, что будьте осторожнее, кто знает, кто это такой. Близко к нему не подходите, если встретить его. Потом через минут 15 звонит мама, говорит, что неизвестно, завел машину. И начал угон. Он угонял машину. И в это время я сразу же позвонил 112, сообщил об угоне. Они все зарегистрировали. Следом звоню Диме, чтобы он быстрее приехал, чтобы как бы вдогонку, чтобы не потерять машину. Мы как раз подъехали к перекрестку. Увидели, что это 14-е, неизвестно 14-е, повернул в сторону Саратова. И тут сразу подъезжает друг Дима. Я пересел сразу в машину к Диме. Мы поехали за ним. А вы были в чьей машине? С кем были в машине? Мы ехали с поля. Вот. На тракторе. Повернул, значит, на Саратов. А мы... Я пересел к Диме в машину. Он поехал вдогонку. Потихонечку. Неизвестный я поднялся в горку и сразу же развернулся. Ехал потихоньку, где-то километров 20. Мы за ним. Он остановился около знака населенных пункт Октябрьский. Ну и мы где-то метров около 100 остановились. Ну и ждем, что будет. Через некоторое время он открывает машину. Выходит. Берет за ремень, как вам показалось, автомат. И одевает на себя. То есть, мы долго не думая, он буквально там два шага сделает. Вот спереди, сзади, где-то. Наперед он одевает, спереди. Мы, недолго думая, сразу развернулись и уехали быстро. То есть, он не направлял, не угрожал, не кричал. Вообще ничего он не делал. Поехали на заправку ЭКО. Вот. На заправке позвонил Опер. Спросил, где находится машина, где вы увидели, где неизвестный, где вы находитесь вы. Что ответили, что мы на заправке. Неизвестный стоял на перекрестке около Октябрьского. Когда стояли на заправке, приехала машина заправляться. Мы попросили, чтобы она съездила в сторону Лысый Гор, потому что она туда направлялась. И посмотрела, стоит ли там 14-е. Минут через 10-15 она звонит и говорит, что 14-е нет. Через некоторое время, примерно через час, звонит сотрудник полиции и говорит, что неизвестно, задержан, машина найдена. Подъезжайте. Ну, друг меня отвез домой, мы пересели на другую машину, на свою. И поехали уже к этому неизвестному и к полиции. То есть в полицейский отдел поехали? Поехали на то место, где ее взяли, эту машину. Вам удалось поговорить с неизвестным, как вы его называете? Толком поговорить не удалось. Они его сразу посадили в машину и повезли нас свидетельствами в больницу. То есть вам пообщаться как бы не дали? Нет, не дали. Что от вас требовали сотрудники полиции? Что с вами происходило? Ну, они пока все делали, там отпечатки снимали с машины. Мы стояли, просто ожидали, когда они все сделают. Вот. Потом предложили отогнать машину, чтобы она не стояла на обочине. И я отогнал ее, поставил около отделения полиции. Там стоянка. Вот. И после мы пошли в отделение полиции. Сделали опрос. И я написал заявление. Написал я со слов матери. Потому что она сказала, что это украинский диверсант. Если бы я знал, что это заблудившийся охотник, что он замерз и что у него нет телефона, я, может быть, и не писал на него заявление. Хочу еще добавить, что в машине печка не работала. Кнопка включения. Она была сделана напрямую, в которой автомат был под водительским сидением. И, возможно, это послужило неизвестного, как бы, что он совершил угон. Ну, то есть, грубо говоря, он хотел согреться. Да, он хотел согреться. И не знал, где у вас в машине включается печка. Да, там никто не знал. Павел, когда вы непосредственно уже пообщались с Сергеем Тереховым? На следующий день он приехал, извинился передо мной, перед матерью, перед отцом, возместил моральный ущерб и материальный, то, что повредил колеса. Именно тогда вы узнали вот эти обстоятельства с охотой, что человек заблудился, потерялся, замерз? Да, когда он приехал, он все рассказал, что он заблудившийся охотник, то, что он замерз, то, что у него не было телефона с собой. Вот, и хотел попросить о помощи. Насколько я знаю, что вы написали заявление о том, что не имеете к нему претензий никаких? Да, я написал заявление и отдал в полицию. Оно зарегистрировано было? Да, оно было зарегистрировано, мне выдали талон. Павел, насколько я знаю, несмотря на то, что вы написали заявление в полицию о том, что претензий никаких не имеете, к вам был визит некоего сотрудника прокуратуры. Вот кто это был и что от вас хотели? Ну, как его зовут, я не знаю, но он, как представился, начальник Лосогорского района прокуратуры, и он сделал опрос, опросил меня, маму, и предложил подписать заявление о волоките полиции, что они никак не заведут уголовное дело, и что в этом заявлении написано, что на Дмитрия и на меня этот неизвестный целился и направлял оружие, но такого не было, поэтому я ему отказал. Вы ему предупредили, что написали заявление в полицию о том, что претензий не имеете? Да, я ему предупредил, но очень устойчиво наставил, где-то час он меня убеждал, чтобы я это написал. И в конце хочу добавить, что вот так вот расследуются дела в Саратовской области. Я хочу, чтобы под свой контроль взяли генеральный прокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Дмитрий, как вы оказались по этой истории? Ночью мне позвонил Павел, сообщил о том, что некий мужчина ходит у него во дворе, стучал по окнам и просил вызвать такси. У него мать испугалась, он попросил меня, чтобы я доехал, ну и посмотрел, кто это прогнал, либо что-нибудь сделал. На что я ему ответил хорошо, завел машину, прогрел. По пути к дому Павлова Павел мне позвонил еще раз и сообщил о том, что неизвестно, и угнал машину со двора. То есть времени немного там прошло? Там, да, там прям 10-15 минут. Павел сообщил, что он стоит на трассе у нас на перекрестке, ждет там меня. Я подъехал туда, взял с собой Павла. Они видели Павел с отцом, потому что машина поехала в сторону Саратова. Я взял Павла, и мы поехали тоже, как бы вслед за машиной. Поднявшись на Бугор, 14-я шла уже в сторону Лысых гор. То есть он развернулся и поехал в обратную сторону. Мы развернулись и поехали также за ним. Ехал он потихоньку, там где-то примерно 20 км в час, не больше, прям тихонько ехал. Мы также за ним перестроились и потихоньку ехали. Около указателя на поселок Октябрьский он остановился. Мы остановились в районе 70-80 метров от него. После чего мужчина вышел из машины. Он достал оружие из машины за ремень. Прижал у груди, я как понял, он его накинул, повесил на грудь. И пошел в нашу сторону. То есть он не кричал в затворную рамку, он не передергивал, не угрожал, оружие не наводил. Мы просто испугались. Он прошел нам 2-3 шага максимум. И мы развернулись по-быстрому и уехали уже оттуда. Мы сами просто испугались, не знаем кто это, что это, как бы время ночи. Приехали на заправку на ЭКО и стали ожидать там. Приехала машина заправляться, два мужчины. Мы подошли, дали им номер телефона, попросили, чтобы они сообщили, стоит ли там машина или нет. То есть они ехали в сторону Лысогор. Буквально прошло 10-15 минут, они нам позвонили, сообщили, что машины там нет. И все, буквально еще где-то 20-30 минут прошло. Мне позвонили на телефон сотрудники полиции, попросили, чтобы я передал Павлу трубку. И сообщили ему уже то, что задержана машина и мужчина то задержан, чтобы они приехали на место. Вот, я отвез Павла домой, они уже сели на свою машину и поехали. Как бы и все больше. А, после этого, буквально на следующий день или через день, мне позвонил Павел. Это было где-то часов 5 уже вечера я с работы выходил. Сообщил о том-то, что меня хочет опросить прокурор. Я пришел, прокурор вышел в коридор, потому что он был одет в форму. И он меня опросил. Он просто сделал опрос. А кто конкретно приходил? Конкретно я вам не могу сказать, прокурор по Лосогорскому району, потому что я не помню, честно. Он сделал опрос, я ему рассказал, что как было, расписался и все. После этого буквально день-два проходит. Я находился дома. Звонят сотрудники полиции, спрашивают, дома я или нет. Я сказал, да, а не выйдите ко двору. Я вышел, два сотрудника. Один по форме был, один без формы. Они меня отвезли в Лосогоры к следователю. Следователь сначала сделал опрос. Как бы все на этом практически. Но тут ему позвонил кто-то. И после чего он сказал, что надо сделать допрос. Уже допрос сделал. То есть он сделал допрос, так же я расписался, все. Мы поехали с ним на место, именно где машина стояла, 14-е, когда он выходил с оружием, где я стоял. Он сделал фотографии и на этом все.